На Чкотке прошел конкурс для учителей родных языков под названием «Родной язык в образовательном пространстве». В трех номинациях состязались 8 педагогов образовательных учреждений региона. Имена победителей у Анастасии Сертун. В рамках 13-х керековских чтений Чукотским институтом развития образования и повышения квалификации проведено множество различных конкурсов. Одним из них стал «Родной язык в образовательном пространстве», ориентированный на учителей родного языка. Участники соревновались в трех номинациях – «Лучшая методическая разработка интегрированного урока», «Лучшее методическое сопровождение» и «Лучший учитель родного языка 2020 года». В жюри у нас были наши уважаемые эксперты Лариса Вакварахты-Горгина, Панарультына Надежда Михайловна, Наути Светлана Анатольевна, Леона Валентина Григорьевна и Яд Нескина Маргарита Николаевна. Все работы смотрели все эксперты, то есть у каждого эксперта все 8 работ было. Конкурсная работа состояла из двух частей. Первая – это ролик-презентация самого участника, где он рассказывает о себе, отношении к сохранению национальной культуры и, главное, родного языка. На вторую педагоги представляли свою методическую разработку, а к ней – видеоурок, в котором она применяется в работе с учениками. Если брать одну номинацию, лучший учитель родного языка 2020 года. У нас там участвовал преподаватель эскимосского языка Радунович Наталья Петровна и три учителя по чукотскому языку. И между ними распределились места. Лучшей признана конкурсная работа педагога Чукотского многопрофильного колледжа Натальи Радунович. В ней представлена методика изучения строения глаголов в эскимосском языке. Эскимосском языке тоже распределились. Запишите, пожалуйста, это субъектные и субъектные объекты. В конкурсном видеоуроке подробно разбираются формы и лексико-семантические категории этой части речи. На втором месте преподаватель чукотского языка Ирина Пытко из Центра образования села Нешкан. Третье – у Тамары Певрана, обучающей чукотскому языку в Новочаплинской школе. В номинации «Лучшая методическая разработка интегрированного урока» победу одержала учитель эвенского языка из поселка Амалон Евдокия Лаврищук. Педагог представила урок, на котором ее ученики изучают язык, отправившись в воображаемое путешествие. А в пути узнают истоки и значения в переводе с эвенского языка названий населенных пунктов гор и рек. Заводит скала Магдэн. Крутой берег. Так, Магдэн. 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 Почему? Потому что Магдэн находится на берегу моря, да, и там вот такие большие скалы. Поэтому назвали «Крутой берег». Так, в непринужденной и в игровой форме дети пополняют словарный запас и топономические знания. Изучение языков коренных народов Чукотки – важная составляющая образовательного процесса. На уровне региона проблеме их сохранения уделяется особое внимание. Ведь сегодня молодое поколение уже не владеет языком своих предков. Поэтому подобные конкурсы попросту необходимы. Все победители отмечены дипломами. А вот конкурс в номинации «Лучшее методическое сопровождение» считается несостоявшимся, так как в нем принял участие лишь один учитель, который по итогам получит диплом участника. Анастасия Сертон, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка.